Это информационный канал тема дня. Спасибо, что вы остаетесь с нами. В этой студии вместе с экспертами и вместе с вами обсуждаем события жизни региона и страны. В этой части программы обсудим дела сердечные. Сегодня Всемирный день сердца. Это глобальная компания в области здравоохранения. Ее главная задача повысить осведомленность о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения. По всей стране сегодня проходят образовательные и медицинские акции, где жителям рассказывают о том, как при помощи простых правил можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. О профилактике поговорим и мы в студии программы темы дня. Виталий Зафераки, врач-кардиолог Краевой клинической больницы номер 2, доктор медицинских наук. Виталий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в этот день разговор с вами хочется начать вот с чего. Как в принципе понять, что у человека могут быть или уже есть проблемы с сердцем? Как это может быть внешне проявляется, либо по каким-то другим факторам? Одни из наиболее частых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний – это повышенное артериальное давление, это одышка, боль или дискомфорт в грудной клетке при физической нагрузке, это перебои в работе сердца, это сердцебиение, это отёки ног. Вот, пожалуй, наиболее частые симптомы проблем, которые связаны, возможно, связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть вы говорите, там, ритм сердца, да, это должно быть как-то периодично всё, либо если раз в неделю у тебя как-то иначе стучит сердце, это уже звоночек такой, да? В неделю или раз в месяц – это не столь важно. Это сигнал, который говорит о неблагополучии возможном со стороны сердечно-сосудистой системы и, конечно, требует внимания со стороны врача-кардиолога. То есть мы сейчас говорим о людях, у которых уже есть симптомы, которые, возможно, больны. И, конечно, им в первую очередь стоит обратиться за помощью к кардиологу. Но огромная масса людей до поры до времени симптомов не имеет. И это как раз те люди, для которых актуально проводить скрининг, то есть выявление на ранних этапах сердечно-сосудистых заболеваний, когда они ещё не проявляются какими-то симптомами. То есть вы говорите о том, что даже если единожды человек почувствовал себя плохо или там вот отёк ног, да, случился, это замечено было, то непосредственно необходимо сразу обращаться к специалисту? Либо, ну, вот самолечение, какие-то свои методы здесь не работают? Ну, я не могу сказать, что прям однократный отёк ног, который может быть, допустим, у женщин в рамках предминструального синдрома в том числе, нужно прям сразу мчаться к врачу. Или это могут быть неудобные туфли, например, да? Я имею в виду, да. То есть причин может быть масса, но если проблема не уходит, если проблема сохраняется, тем более нарастает. Вот я назвал наиболее частые симптомы, с которыми проявляются сердечно-сосудистые заболевания, то, конечно, стоит обратиться к врачу. Можно выделить группу или категорию населения, кто находится в факторе риска, так скажем, в группе риска? Ну, сердечно-сосудистые заболевания, вот если брать в целом, они, конечно, нарастают с возрастом, их частота увеличивается с возрастом. И в основном, конечно, типичный кардиологический пациент – это пациент пожилой. Поэтому прежде всего в этом плане следует проявлять настороженность людям в возрасте за 40, за 50, за 60. В рамках диспансеризации в нашей стране проводится определение простых, но, тем не менее, эффективных показателей, которые могут достаточно рано свидетельствовать о том, что человек находится в зоне риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. И вот в рамках как раз диспансеризации определяются такие показатели, как уровень холестерина, уровень артериального давления, индекс массы тела, там, приверженность вредным привычкам. То есть в сумме это позволяет оценить сердечно-сосудистый риск вот в каждом индивидуальном случае. Существуют специальные электронные калькуляторы, которые позволяют на основании нескольких переменных рассчитать сердечно-сосудистый риск и выразить его числом. Правда, в данном случае речь идет, конечно, о наиболее частых сердечно-сосудистых заболеваниях, прежде всего тех, которые связаны с атеросклерозом. Это инфаркт миокарда, это ишемическая болезнь сердца, как более глобальная проблема. Это инсульт, это поражение атеросклерозом артерии нижних конечностей. Сердечно-сосудистых заболеваний очень много. И, безусловно, нет какой-то вот стратегии, направленной на выявление многих десятков этих сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку основная масса людей все-таки умирает от ишемической болезни сердца и других заболеваний, связанных с атеросклерозом, то все профилактические программы направлены, прежде всего, на выявление именно этой категории сердечно-сосудистых болезней. Но не всего многообразия, в том числе и редких сердечно-сосудистых заболеваний. Вы слово диспансеризация упомянули. Где и как можно ее пройти сейчас? Либо только придерживаться графика утвержденного? Ну, диспансеризация традиционно проводится в поликлиниках по месту жительства прикрепленного контингента. Ну, если, допустим, у человека есть признаки, о которых вы выше говорили, то вот экстренно... Это уже не диспансеризация. Это уже не диспансеризация. Диспансеризация подразумевает выявление рисков и сердечно-сосудистых заболеваний, которые до поры до времени никак не проявлялись и не беспокоили. А сейчас вы упомянули людей, у которых уже есть какие-то симптомы, то есть они предположительно больны, и это уже не рассматривается, диспансеризация. Это фактически обращение за медицинской помощью по факту наличия симптомов. А что вот диспансеризация тогда может выявить в плане сердечно-сосудистых каких-то расположений? Дело в том, что зачастую сердечно-сосудистые заболевания протекают до поры до времени скрыто. И никак человека не беспокоят. Но вот вопреки расхожему мифу, повышенное артериальное давление совершенно не обязательно должно приводить к головной боли, к какому-то дискомфорту. У подавляющего большинства людей с повышенным давлением, оно до какого-то момента никак не беспокоит. Ни головной болью, ни тошнотой, ни рвотой, ни мельканием мушек перед глазами. Во-первых, это артериальная гипертензия, то заболевание, которое можно выявить до того, как наступят осложнения. Во-вторых, диспансеризация направлена на ранние выявления заболеваний, связанных с атеросклерозом. Я их отчасти уже упоминал. Это ишемическая болезнь сердца, это атеросклеротическое поражение артерий других бассейнов. И до какого-то момента пациента может ничего не беспокоить. Но предрасположенность, риски к этим заболеваниям, их можно выявить достаточно рано. И определение ряда переменных физиологических показателей, которые в сумме дают высокий риск, вот, собственно, диспансеризация во многом и направлена именно на это. Повышенный уровень холестерина, повышенный уровень артериального давления, избыточная масса тела, вредные привычки. Это все в сумме, может быть, каждый фактор выражен вполне умеренно, но в сумме это может создавать очень серьезный сердечно-сосудистый риск. И упомянутые мною электронные калькуляторы, которые оценивают вот именно в рамках многофакторной модели эти риски, позволяют оценить, нуждается ли данный пациент в лечении, или, допустим, я имею в виду в медикаментозном лечении, возможно, даже в хирургическом, либо он пока, возможно, может обойтись изменением образа жизни в сторону его оздоровления. Вот по поводу изменения образа жизни, есть ли риски, выявленные на диспансеризации, как поменять свою жизнь, от чего отказаться, что можно, что нельзя, если вот грозит человеку, я не знаю, может быть, инфаркт или инсульт, то как перестроиться? Ну, для начала нужно убедиться, что он действительно грозит, да, для этого есть те инструменты, о которых я уже сказал. Но независимо от того, грозит в данный момент пациенту, грозят ли ему какие-то сердечно-сосудистые неприятности, или это дело очень отдаленного будущего, кардинальное значение имеет то, что человек ест, какие у него бытовые привычки, насколько малоподвижный или наоборот подвижный образ жизни он ведет, есть ли в его жизни физическая активность, физические тренировки, насколько он стрессоустойчив или наоборот, да, какова продолжительность его сна. То есть очень многие факторы повседневного образа жизни влияют на наше сердечно-сосудистое здоровье. И если до какого-то момента это никак не проявляется, то пройдет 10 лет, 20 лет, 30 лет, и вот это подспудное влияние агрессивных факторов риска, оно непременно скажется. А правда, что, говорят, именно с детского и подросткового возраста уже нужно вести здоровый образ жизни, чтобы какой-то фундамент был, и от этого зависит возможная развитие. Ну, судя по количеству детей, которые имеют лишний вес, и если сравнить с их количеством, к примеру, какое их количество было лет 10-20 назад, безусловно, это играет роль. К тому же наши пищевые привычки формируются в детстве, да, если человек привык есть чипсы в больших количествах и запивать их колой, то такие привычки, вероятно, сохранятся у него и во взрослом возрасте. Если он завсегдатая Макдональдса... То о чем здесь можно говорить, да? Да, если дети самого раннего возраста привыкают посещать такие заведения, то, конечно, такие привычки, такой стереотип поведения, он сохраняется и во взрослом возрасте. Были проведены многочисленные исследования, где было продемонстрировано со всей убедительностью, что регулярное потребление фастфуда, собственно, это тот как раз рацион, который вот в предприятиях быстрого питания предлагается, он связан с высоким риском артериальной гипертензии, заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарным диабетом и лишним весом. Вы сказали о физических нагрузках, вот как они влияют на сохранение в порядке нашего сердца. Мы сейчас узнаем, с нами на связи Ольга Супродкина, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Кардионагрузки, физические нагрузки, всем ли они рекомендованы? Что вы скажете, как тренер и врач? Конечно, рекомендованы всем, от мало до велико, потому что сердце – это мышца, и, значит, она подает к тренировке, да? И начать с небольших ежедневных нагрузок, и затем постепенно увеличивая их, можно улучшить общее состояние органа и всего организма, тем самым снизить вероятность развития заболевания сердечно-сосудистой системы. Многие спрашивают, зачем тренировать сердце, да? Могу рассказать, какие аспекты базовые, чтобы простым языком было людям понятно. Сердце мощными толчками продвигает кровь по каждому сосуду, да, в нашем организме, тем самым обеспечивает жизнедеятельность. Поступает кислород в разные органы и системы, идет нагрузка не только на сердце, но и на сосуды. Ольга, скажите, пожалуйста, вот как без спортзала тренировать можно свой организм, чтобы сердце было в порядке? Ходить пешком рекомендуете? Если есть возможность проехать на лифте, то делать выбор в пользу лестницы, допустим, и пеших прогулок, да? Да, да, конечно. Есть прям, знаете, такие правила тренировки. Нужно выбрать себе вид нагрузки. Это может быть кардиотренировка, это ходьба по улице, это может быть скандинавская ходьба с палками, плавание, катание на велосипеде, либо это будет домашний кардиотренажер, либо это просто живет человек там на пятом, десятом этаже, и у него принципиально там подъем не на лифте, а по лестнице, да? То есть нужно начинать с чего-то и выбрать обязательно регулярность, систематичность. Потому что разовая нагрузка на сердце не поможет, а может даже навредить. Поэтому упражнения должны повторяться, образуя цикл. И предпочтительнее тренировать сердце 3-4 раза в неделю. То есть нужно себя к этому приучать. Спасибо. С нами на связи была Ольга Супруткина, Виталий Константинович. Дополнение к этому. Дополнение, да, давайте. Конечно, абстрактные разговоры о том, что физические нагрузки полезны, это неплохо, но всегда лучше уточнить. А что за нагрузки, какой интенсивности, и как часто, и как по долгу. То есть вот установлено специально выполненными клиническими исследованиями, что как минимум 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю, распределенных как минимум на 5 дней, то есть не один день в неделю, безусловно, о чем сказали в предыдущем мнении, вот 150 как минимум. Оптимально даже 300 для людей, которые относительно здоровые могут себе это позволить. То есть консультация с врачом необходима в этом случае? Ну, для людей, которые уже нездоровы, да. Люди, которые, в общем-то, не имеют сердечно-сосудистых проблем, ну, как понимаете, у врачей не хватит времени заниматься консультированием всех желающих, заниматься тренировками. Вот последний вопрос. Как вы проводите профилактические беседы и встречи? Вот на WhatsApp у нас поступил звонок, такой, может быть, немножко расслабляющий. Поможет ли сердцу, если влюбиться, и важно ли, чтобы эта влюбленность была взаимной? Вы как врач что скажете? Ну, знаете, я вспоминаю стихи Высоцкого о том, что влюбленность лишает покоя, отдыха и сна. Я бы не сказал, что это сильно полезно, особенно если она неразделенная, да, безусловно, разделенная влюбленность. Она осчастливливает, но так или иначе, влюбленность заставляет нас переживать очень бурные эмоции. Если сердце нездорово, то, конечно, это может быть серьезным испытанием. Но это так, если обобщенно говорите, полушутя. Да. А вообще, как врач, что скажете, если не шутя? По поводу влюбленности? Да, и профилактики. Что рассказываете, как предотвратить заболевание сердца? Предотвратить у кого? Ну, скажем, категория, у которых нет основных признаков. А, ну мы этот вопрос отчасти уже затронули. Кардинальное значение имеет здесь питание, то есть принципы здорового питания, они четко сформулированы. Вот если быть очень кратким... Да, кратко. Если быть очень кратким, то это средиземноморская диета, которая подразумевает массу овощей, фруктов, злаков, фруктов, бобовых, вот, оливковое масло, орехи, вот. Ну, то, что там фигурирует красное вино, это уже вопрос сугубо второстепенный, и преимущество средиземноморской диеты отнюдь не в этом. И еще один кардинальный момент средиземноморской диеты – это большое количество морской рыбы. Вот. Ну, вот если в самых общих чертах. Я благодарю вас за то, что были сегодня у нас в программе. На студии был Виталий Зафираки, врач-кардиолог Краевой клинической больницы номер 2, доктор медицинских наук. С вами не прощаюсь. Через несколько секунд расскажу, о чем пойдет речь в программе «Через край». Продолжение следует...